В Твери участились случаи телефонного и интернет-мошенничества. Неизвестные звонят и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Результат такого общения по телефону — перевод денег на счета злоумышленников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего поколения. Именно их сейчас стараются предупредить в первую очередь. Об этой проблеме сейчас говорят и в городском совете ветеранов, и в администрациях районов Твери, сотрудники которых распространяют информацию среди управляющих компаний и старших по домам. Тема телефонного мошенничества звучит все чаще. Например, участникам совета ветеранов злоумышленники звонят едва ли не каждый день. Будьте особенно внимательны. И если вам позвонили по телефону, незнакомый человек, не отвечайте на эти вопросы. Вы спасете все то, что нужно у вас есть, и свою жизнь. Я испытал на себя все мошенники, которые обращаются к вам. Они обращаются, знают вашу доброту, ваше внимание, ваше согласие. То, что люди старшего поколения добротой чувствуют. И вот на эту доброту мошенники и рассчитывают. Обманывают разными путями. Вот такие памятки теперь висят на стендах в помещении совета. При каждой встрече с его участниками председатель организации Генрих Левкович рассказывает о распространенных схемах мошенничества. О том, как разоблачить аферистов. Заявления от обманутых граждан поступают в полицию десятками. Предлагают снять определенную сумму с вашей сберкнижки или карточки, информируя о том, что якобы вам угрожает опасность вашему счету. Вы поддаетесь влиянию, выполняете их указания. Они психологи все достаточно хорошие. И в конечном итоге вы рискуете потерять все свои накопления. Профилактическая работа пока остается одним из основных способов борьбы с дистанционными преступлениями. Нужно помнить, что операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора. А обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию. Продолжение следует...